Ииии, снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в великолепнейший Слайм Ренчер на версии 0.4.0, где вели вот эту вот самую прекрасную лабораторию, на которой мы всё ещё работаем, над которой мы работали и в прошлой серии, над которой мы будем работать и сегодня, как окажется, знаете почему? Потому что, оказывается, есть сундуки, которые я не открыл. Это фиолетовый один сундук, или же чёрный, как хотите называйте, и один ещё синий сундук, да, оказывается, я их не открыл и узнал это благодаря вашим комментариям, за что вам огромное спасибо, оказывается, ещё не все крафты я открыл, поэтому сегодня мы пойдём их доставать, сегодня мы пойдём их смотреть и тому подобное, плюс сделаем, потихонечку будем делать мяурловых Слаймов разных-разных-разных, надо будет их по пути собрать, пока я буду бегать, надо будет их реально много собрать, сколько там штук? 8, наверное, надо будет нам подобрать. Кстати, водяные плорты, я специально для тех, кто мне говорит, чтобы я скрестил любого Слайма с водяным типа плортом, мол, водяных нельзя кормить, но можно кормить водяными плортами, вот смотрите, что происходит с водяным плортом, если мы стреляем в котика? Пяу! Это вода, это просто вода получается, поэтому, ребята, нет, скрещивание с золотыми благодарственными водяными Слаймами невозможно, к сожалению, я бы тоже хотел их наскрещивать, но так нельзя, такая уж так уж игра построена. Так, надо будет сейчас лечь спать, плюс я еще хочу пересадить растения, так как у меня здесь все поумирало, а плорты у меня заканчиваются, все-таки надо будет скрещивать нам прям со всей этой пати, со всеми этими нашими Слаймами, Ларгами, надо будет все это дело скрестить, но мне надо овощи, а у меня все уже почахло, поумирало и тому подобное, вот все, что тут осталось, немножко овощей, но надо посадить эти манго наши посадить, и еще надо будет посадить эти онку-онку, или как она там называлась, для радиационных слаймов, чтобы мы получили очень много плортов в итоге. Поэтому сейчас будем потихонечку этим заниматься, засланный луч у меня все еще там лежит, я, кстати, его даже до сих пор не использовал толком, да. Я даже не знаю, есть ли кто-то, кто любит засланный лучок, я даже не смотрел, надо бы, знаете, посмотреть сломопедию быстренько, ресурсы слаймы, так, засланный лучок, кто его любит? А, хрустальный слайм любит засланный лучок, серьезно? Вау, я даже не знал, прикольно, оказывается, он, кто любит этот лук. Хм, здорово, но у меня нет мест настолько фером, потому что мы сейчас будем заниматься тем, что будем сделать свой зоопарк из слаймов, да. Это довольно прикольно. Кстати, я забыл, стоп, 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 я что-то еще не взял, тут манго есть или нету? Да, посмотреть, мне манго не хватает, надо манго-дерево посадить. Да, отлично. Хоп-хоп, берем и все, подчапали отсюда, подчапали. И тем временем, ребята, если вам нравится слайм рейнчер, то не забывайте ставить лайки, конечно же, больше лайков, больше слайм рейнчера. Кстати, да, спасибо за лайки в предыдущем ролике, я посмотрел, что да, большинство хочет, чтобы я и дальше слайм рейнчера играл, чтобы я его и дальше проходил, и всякое такое, всем он нравится, все хотят его больше, только и больше. Поэтому я теперь уже не терзаясь с сомнениями, что можно уже не играть и того подобное, мы будем играть дальше, будем дальше пробовать всякое интересное и тому подобное. Поэтому спасибо вам, ребята, за лайки, теперь я хотя бы голову себе не ломаю. Так, да, я забыл скрестить нашего мяурлого кота с хрустальным плортом, что-то у меня из головы опять вылетело, у меня много задач на сегодня, поэтому надо будет туда-сюда сбегать и все такое. Так, держи, кушай, братан, вот. Первый у нас мяурловый хрустальный получился, но мы таких видели примерно, да, вот он получается, какая в принципе разница особо-то. Нас сейчас больше интересует котенок радиационный, чем котенок хрустальный, ну, просто пусть будет, что нам, жалко, что ли. Кстати, я после перезахода получил ту самую ачивку, где надо было, надо было 10 видов ларга скрестить и всякое такое, и я ее получил наконец-таки, странно, что после перезахода. Текс, растение мы вроде пересадили, да, отличненько, сейчас мы пойдем открывать сундуки, нам для этого потребуется пойти в карьер Индиго. И зачем я только отсюда выбежал? Этот список задач даже расписан на сегодня, чтобы я не путался, нам бы еще надо буры новые создать. Для этого я как раз овощи посадил, чтобы сделать кучу новых буров, так как я понимаю, что из одного бура мне выпадет странный бриллиант. Это будет реально странно, если мне этот странный бриллиант выпадет, хотя, как мне предложили в комментариях его назвать, странным бриллиантом за то, что он не падает. Ну, тоже вариант, наверное. Если у меня будет бомбить, обязательно его так назову. Так, еще надо будет ачивку с таром попробовать выполнить, все-таки хочу эти 15 секунд подержать тары и посмотреть, дадут мне эту ачивку или нет. Или там надо будет поймать своего тара какого-то, который сам появился уже или что-то в этом роде, либо он должен за мной бегать. Хотя я вот сколько помню, когда я играл еще в альфа-версии, совсем там ранние, то я просто тара держал в руках 15 секунд и мне дали ачивку. А сейчас фиг его пойми, что-то даже время не засчиталось, может что-то багает, фиг его знает. Ну, ладно, кстати, зачем-то я с собой такую тонну плортов таскаю? Зачем я хрустальный, зачем мне кубничка эта, зачем мне водяной плор с собой? Надо было их разгрузить, что-то я зачем-то с собой их понес. Ну, ладно. Не суть важна, нам это не помешает сделать задачу, ради которой мы сейчас идем. О, ока-ока тут растет. Можно было бы забрать ее, по идее. Ладно, пускай кушают, не буду им мешать. Текс, нам теперь надо забраться высоко-высоко, вот сюда, вот на самый верх. Так, эй, я как-то все время туда особо не залазил, и только вот после того, как залез, я увидел, что здесь есть еще кое-что любопытное, как оказалось. Так, чувак, уйди отсюда, уйдите отсюда. Чего пристали? Пошел вон, пошел вон, пошел вон. Эй, я его накормил, ну ладно. Теперь он злым хотя бы не будет. Такс, надо встать на вот те хрустальники, эти гексоформации, как они называются вроде как в этой игре. И вот сюда приподняться, и здесь у нас будет видно вот тот островок. Так, только этих засранцы, пошли вон. Воу, это прям какой-то бильярд сейчас был. И одним другого выбил. И вот дотуда сейчас нам долететь, открыть фиолетовый, конечно же, сундук. Сейчас посмотрим, что там интересного в нем лежит такого. Надеюсь, что тут что-то супер-мега-клевое. Ну, скорее всего, опять какой-нибудь телепорт или склад, я так чувствую. И это зеленый телепорт-склад, но зато зеленый прикольный цвет все-таки. Текс, здесь можно, кстати, было, да, вот откуда вот можно было запрыгнуть-то. Вот зачем эта пещерка, я чуть не сразу понял. И вот эта пещерка к радиационному городу этому самому. И здесь был также синий кейс, который я не увидел. Что странно, блин, я вроде тут бегал и что-то как-то совсем не заметил. И зеленый телепорт сам по себе вам получили. Ну, зеленый телепорт не нравится, зеленый цвет прикольный, конечно же. Счастливый такой. Самую лучшую точку, наверное, в какой-нибудь отправим. Так, кстати, да, вот очивочка старом. Пускай он меня попробует погрызть все это время. Я специально не буду никуда уходить. И сейчас подержу его чуть побольше времени, пусть он меня кусает. Типа, я такой сейчас кое-что гляну. Нет, он даже меня кусать не хочет, он просто бежит в мою сторону. Ну-ка, где эта ачивка? Так, накорми, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Вот, зацепись завара на 15 секунд. Ну, видите, время не прибавляется, я уж точно больше 50 секунд его держу. Давайте просто в руках его держать. Пусть он не грызет, пусть он не лицо откусывает. А, ну и эту ачивку, блин, капец как хочу получить, больно она прикольная. Типа, 15 секунд подержать тары, это золотая ачивочка. Ну, это круто, я считаю. Ну, не знаю, как вам. Может, некоторые не любят ачивочки. А вот я и люблю ачивочки время от времени. Мне не нравятся, они меня больше мотивируют играть в игру и всякое такое. Ну, если, конечно, там ачивки не совсем бредовые, не совсем какие-нибудь неинтересные. Тогда я толку-то ачивок не вижу. Текст. Ну, может, в прошлый раз, потому что я в телепорт запрыгнул. Из-за этого пропало. Я попробую подержать до самого минимума ХП. Как только у меня будет прям совсем минимум, я его все-таки выброшу и вернусь, получается, на базу. И нам надо будет сбегать за котятами. Так, ну давай, чувак. Я думаю, что у меня должна быть ачивка. Нет? Еще один укус, и ты отправляешься в полет. Или нет? Я еще один могу выдержать укус. Ну, давай еще разок. Бам. И все. Раз укушен, два укушен. Еееей, яйтар полетел. Мы даже можем еще воды добавить. У-у-у. Ура, ачивочка получена. Отлично. Я счастлив, я рад. Золотая ачивка. Да, надо будет еще баскетбол как-нибудь нормально поиграть. Но это будет довольно долго. Так. Что у меня выросло здесь еда? Надо собрать ее и накормить заодно моих этих ребят. А то не клево, не клево. У нас совсем нету плортов. А как мне делать крутых скалистых всяких чувачков? М-м-м-м. Никак не буду я их делать, если у меня не будет плортов, конечно же. Скалистых и радиационных не будет у меня плортов. И фруктами надо накормить медовых. И курицами этих надо накормить было бы тоже. Поэтому сейчас тоже соберуете. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Старый кукарикун. Кстати, есть ачивочка с ним тоже. Можно будет ее выполнить попозже. Так. И не все куриц забрал, надеюсь. Нет. Тут еще остались. Кстати, да. Вот медовые. Ой, медовые. Мятная манго для медовых. Ларго. Сейчас накормим их еще. То они у меня голодают уже. Черт знает сколько. Пусть покушают нормально. И эти тоже у меня супер-супер-супер голодные. Все, ребята, кушайте. А мы потопали за котиками, конечно же. Сейчас найдем кучу котиков. Блин, какой классный все-таки у меня вход. Прям шикарный. Прям не налюбуюсь. Да, я видел, что здесь насос. Но он нам не особо нужен. Потому что лавового пепла у меня и так хватает. Я могу и зеленый склад в этой серии сделать. Только не особо вижу смысла в этом на самом деле. Единственное, посмотрите, как выглядит зеленый. Но я бы хотел на самом деле только янтарный. Блин. Что ж у меня все нос в последнее время закладывает. Надеюсь, я не заболею. Так. А то буду я без роликов. Потом все будут писать, где кристалл, где ролики. Что кристалл умер. Так. Мяурловые слаймы. Отличненько. Где еще? Где еще? Где еще? Мне надо еще парочку. И заодно сразу тпшимся отсюда. Так. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Нет, тихо. Не кушать, не кушать, не кушать. Все, валим отсюда. Валим, 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 валим. Оп. Обратно. И, блин. А, сколько бежать. Как далеко у нас все находится. Это, блин, неудобно. Но ничего страшного. Сейчас мы с этим справимся. Так. Еще заодно оку-оку надо собрать, чтобы накормить радиационных. И надо будет все виды плортов сбегать. Еще собрать, которые у меня там есть. Которые у меня появились. Чтобы сделать самых клевых, самых классных котиков. Конечно же. Так же. Зачем я свои водяные плорты все это время таская? Блин. Сам не знаю. Мистика какая-то. Так. Держите оку-оку свою. Хавайте, 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 хавайте. Единственное, что я вот не понимаю. Есть ачивка типа... Три вида овощей вырастить. Так. Я знаю, что есть ока-ока, морковка. А, не. Сердцевекла. Все нормально. Так что можно будет ачивку потом это выполнить. Стоп. Я слышу звук тара? Погодите. Это тартар на моей базе. Где, 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 где? А, внутри? Стоп. Здесь... Погодите. Я что-то не понимаю. Здесь появился тартар? А как мог здесь появиться тартар? Что за звуки такие были? Нет, здесь никого нету. Ну, ладно. Странно это. Окей. Так. Котик, держи, кушай. Кушай вкусняшку. Скорей. А то сейчас хрустальный этот хрен съест. Все. Так. Слушай, выйди пока на секунду. Нам тут надо поговорить. Все. Так, и обратно. Эй, какой он милый все-таки розовый. Эй, стоп. What the fuck? Я сумасшедший или как? Куда делся хрустальный слайм? Эй. Эй. Реально, стойте. Где он? What the fuck? Что такое? Я его что, уничтожил каким-то образом или что? Я же его положил туда-обратно. Эээ. Ну ладно. Давайте тогда отсюда вытащим этого. Сюда поставим. Я не знаю, что вообще случилось. Но каким-то образом у нас пропал. Ааа. Жесть какая-то. Ладно. Дичь, дичь, дичь. Серьезно. Просто в никуда испарил нашего хрустального котенка. Я не знаю, как это случилось. Но это довольно комично было. Так, надо все от водяных плортов избавиться. Я просто их продам. Они мне особо не нужны. У меня на складе их килотонна лежит и всякое такое. Как бы особо по этому вопросу париться не буду. Текс. Этот бабах плорт. Скалистый плорт. Я всех котов не выкинул еще почему-то. Так, радиационный, радиоактивный плорт. И сейчас будут самые, наверное, красивые котики. Мне кажется, что из бабаха, скалистого и радиоактивного, наверное, самые красивые. Ну, еще медовые мне нравятся на самом деле. Так, наверное, кормить я их буду сначала здесь, чтобы не сожрали в одной и той же клетке мои ребята. Давай, ешь, 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 плорт. Я тебе положил зачем? Да блин, он, по-моему, съесть собирался как раз. Ну, жри ты. Хотя бы этот, какой-нибудь съешь уже. Вот, тебе на выбор, пожалуйста, любой. О, так, первый появился. Сбросаем сюда. Так, давай, кушай тоже, кушай. Оп, скалистый. Так, обратно. И еще радиационный, конечно же. Давай. Ну, вкушай. Вкушай, говорю. Че ты тупишь-то, е-мое. Мяурловый, ну давай. Я тебе помогу даже. Вот смотри, я тебя не туда толкаю. Я молодец, я знаю. Так, стоп. Его колбасит уже что-то. Кушай. Кушай, я тебе говорю. Кушай. Ну, куда ты полетел? Че я тебе в футбол с тобой играть буду? Иди ешь свой плорт. Да, е-мое. Ты че, самый не голодный, что ли? Ладно. Я сейчас тут провокацию устрою. Давай. Хоть кто-то-то из вас должен съесть. Куда ты? О, все нормально, наконец. Хотя бы один съел, одного хотя бы доперло. Что от него требуется. Блин, какой он клевый розовый. Ой, фу, радиоактивный какой розовый. Ну, розовый тоже клевый, конечно, я не спорю. А. Так. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Остался медовый у нас, по-моему. И фосфорный точно. Мед. Побах мы сделали. А, хищный. И-и-и-и. Да, все, фосфорный только остался. Дальше всех мы вроде скрестили. Ты-ты-ты-ты. Я даже переборщил с котиками. Ну, ладно. Там будет сидеть в клетке один маленький котик. Это тоже как бы вид слайма получается. Можно посадить туда одного маленького. Почему бы и нет? Текс, фосфор. Все, фосфор. И весь набор мяурловых котиков готов. Шикарно. Наш зоопарк пополняется. И реально, в конце концов, мы можем собрать его полностью. И устроить какую-нибудь вечеринку. Я, на самом деле, я вообще думал, типа, если будет последняя серия слайм ремчера по текущему обновлению, то я, наверное, знаете, как сделаю, думал такой. Возьму я и это. В конце тара создам. Который ворвется весь этот зоопарк. Будет в итоге зоопарк таров или что-то в этом роде. Так, где ты? Блин, он невидимый. Я даже его не увидел. Стоп, что он съел? Что он съел? А, меня съел. Я думал, что каким-то образом я выкинул плорт, а он его схавал. Там тар сейчас появился бы. Так, чувак, ну давай. Твой друганя тоже, наверное, сейчас съест в итоге. Кто первее из вас станет большим пацаном? Так. Куда ты полетел? А где фосфорный? Что это за аномальная локация? Куда деваются плорты? Куда деваются мои хрустальные миурловые слаймы? Что происходит вообще? Уже вторая вещь дезинтегрируется. Она же там лежала. Никто ее не съел. Фигак пропало. What the fuck? Я, может, что-то не вижу. Реально, у меня, может, что-то совсем с реакцией плохо уже. Но я реально не понимаю, что происходит. Так. Похоже на какие-то баги. Ну, хоть один из вас-то съест. Так. Стоп, 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 стоп. О, все. Ей, полный... А, стоп, он же на дневном свете. Погоди, не умирай только. Нашел, где скрещивать его. Погоди, погоди, не лопайся. Все, я тебя принес в твой дом, родной. У-у-у. Все. Все, полный набор. Еще просто Мерлова можно закинуть. Если он никуда не денется. Нет, все. Смотрите, блин. Вот самый прикольный, мне кажется, это все-таки либо фосфорный... Да, ну, вот этот вот. Бабах, который вот этот. Бабах Ларга. Или же радиоактивный. Мне больше нравится радиоактивный, наверное, все-таки. Медовый тоже прикольный. Не, радиоактивный самый клевый и розовый самый клевый, мне кажется. Хрустальный, конечно, классный, но он больше все-таки хрустальный. Мне как-то это не так. Ну, типа, блин, на нем сосульки просто выросли и все. Не так круто, как бы хотелось. Такс. Все, сюда плорт выкину. Ну, что ж, поскричивали мы всех этих товарищей наших. Котят. Теперь надо бы нам еще буров сделать и посмотреть все-таки телепорт. Если мне повезет, он выпадет, конечно же, сразу. Если нет, то придется, конечно же, к следующим сериям ждать, когда же мне, наконец-то, выпадет этот чертов странный бриллиант. Ну, заодно, каждой серии будем еще делать все больше и больше этих. Все больше и больше будем делать наш зоопарк, конечно же. Следующим, наверное, уже пойдут бабах, слаймы, где я их буду скрещивать со всякими другими. Хотя у нас есть радиационные уже. Ну, у нас почти все бабахи, на самом деле, здесь. Это вот медовый бабах, это скалистый бабах, это радиоактивный бабах и всякое такое. Ну, типа, с ними я почти скрещивал, но там еще остались не скрещенные. А с бабахом получается. Это кто, получается? Хищные у меня не были скрещенные и фосфорные не были скрещенные, по-моему. Такс, да-да-да, со всеми этими закончил. Текс. Ладно, пойдем посмотрим. Мне надо было ресурсы взять с собой, чтобы сделать побольше этих. Так, давай-давай-давай, только не бабахайте меня. Блин, какая же опасная зона. Не знаю, почему разработчики не сделали, например, один из апгрейдов, непробиваемую стену. Какую-нибудь от взрывов. Показалось сначала, что опять этот вар появился. А уж испугался. Что-то мне все время кажется, что здесь вар, потому что как-то музыка в один момент искажается вместе с взрывами. Я такой думаю, блин, 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 а на деле там ничего страшного. Так, радиоактивных собрали. А, можно побольше взять. Что, вот так вот возьму. Пусть немножко остается, мне это пригодится потом. Так, миурловые мне вроде особо не нужны, медовые тоже. Поэтому этого хватит, этого как раз на все буры должно хватить. Хотя бы три штуки я сейчас скрафчу, кроме розовых плортов. Разве что розовых плортов надо бы много. Ох, тут ферма умерла. Надо заново посадить. Тикс. Давай обратно. И розовые плортики я закину заодно сейчас сразу. Тикс, здесь есть еще у меня немножко? О, 8 плортов здесь. Отлично. Хоть немножко так и есть. Это очень здорово. Потому что вечно нехватка только именно розовых плортов получается, чем всех остальных. У розовых плортов, блин, нет любимой еды. Если сделать их какими-нибудь ларгами, разве что, возможно. Но тогда если будет много ларга, то в клетку они не влезут и все выпрыгнут в итоге. Поэтому лучше, наверное, кучу маленьких розовых, чем кучу разных ларга, которые не так эффективны будут. Вот зеленый телепорт появился. И зеленый телепорт склад, который мы тоже можем скрафтить. Только не знаю, зачем нам его крафтить особо. Я хочу телепорт все-таки, поэтому сэкономить немножко ресурсов. Тикс, мне нужны буры, да? Так, с розовых плортов надо еще. Сколько штук? Не штук? 8, ну еще 60 штук надо. Получается. Сейчас быстренько мы это сделаем. Соберем манго, кубничку. Все-все-все добро, что здесь есть. У нас все, что выросло, все скормим этим. Нашим маленьким розовым слаймиком. И в итоге сразу 80 мы получим. Потому что там 100 с чем-то у нас спрятано, этих маленьких розовых слаймов. Так что за два забега мы как раз получим нужную нам сумму. Правда, если мне хватит на целых 80 овощей, это вот не знаю. Ну где-нибудь хотя бы 60 тоже было бы неплохо. Я бы уже сходил, поставил, плюс проверил бы телепорт, который у меня... Ой, телепорт бур, который у меня уже там стоит. Так, здесь ничего не выросло. Это они не выросшие, да? Черт, ну ладно, здесь есть морковка еще. Морковку можно собрать. Я бы еще куриц мог собрать. Но почему-то так же не сделали апгрейд на количество слотов. Это тоже какая-то странная тема. Почему бы нельзя было сделать с появлением вот этой лаборатории, той самой расширитель инвентаря? Потому что гораздо было бы удобнее, если был бы пятый слот. Потому что из этого, из самих этих механизмов, которые у нас бурые экстракторы, пасеки, насосы, из них падает по 4 предмета. А ты еще иногда хочешь поймать с собой золотого слайма, например, или благодарственного. Ты таскаешь с собой курочку, или же там овощ какую-нибудь, в общем, фигню какую-нибудь таскаешь с собой из провизии. И в итоге у тебя там два слота, может быть, забито. Но из того, что ты идешь забирать экстракторы, то получается такая тема, что у тебя весь инвентарь полный, и в этот момент появляется золотой слайм, и это не очень круто. Потому что ты стопудово уже ничего не получишь с него. Это очень обидно, на самом деле. Даже я уже сколько раз, именно по этой причине, много раз вне серии не мог поймать всеядные. Серьезно, что за ачивка? Типа всеядные. А, я куча видов хавки, наверное, накормил. Хотя давайте посмотрим, что за достижение. Мне хочется плортовски воротила, надо 5000 плортов продать, но это, блин, дохрена, это я не скоро продам. Вот, салатный бар, три вида культуры вырастить. Такс, ну где оно, где оно, где оно? Не мое утро, пока тебя не было, всеядный. Такс, накорми разных слаймов на ферме 10 разными видами еды. Серьезно? А, разных слаймов. Все понятно. Ну, круто, все, получили ачивочку. Пылесос, пожалуйста, работай. Быстрей. Мне это очень надо. Очень-очень. Ну, давай. А то сто раз бегать это не в прикол. Я, конечно, могу половину из этих слаймов сосать, в итоге сам. Но как-то что-то сосать их не хочется. Ребята, ну, ну, будьте вы друзьями. Включите мне пылесос, пожалуйста. Пылесос, требую пылесоса. Ладно, пойду сбегаю, тогда эти розовые плорты закину. Вернусь обратно, и там уже, наверное, сработает наш пылесос. После этого будет все океюшки, я думаю. Ты-тыри-тыри. Побежали, побежали, побежали. Заодно сразу буры скрафчу. Несколько штук. Чтобы уж были готовы. Хотя, какая разница, давайте они нет. Сразу полной пачкой, как у нас все будет готово. Сразу все прокликаем, и уже, чтобы все было готово. И мы пошли только буры поставили. Так. Ты-ты-ты. Где они? Ну что, пылесос серьезно все еще не работает? Да вы издеваетесь. Как так долго можно-то? Все, наконец-то этот пылесос заработал. Как я устал. Ладно, все. На самом деле, минуты две, наверное, еще не хотела всасывать. Я не знаю, почему так долго, но... Блин, это долго. Когда ведут кнопку, жду следующее обновление, когда пылесос, может быть, руками включать. Блин. Или фильтр на пушку добавьте, чтобы я мог, если что, хотя бы сам это все втянуть. А то, блин, долго так приходится ждать. Некоторые дурацкие совсем моменты получаются. Так, ну что, буры. Бур для продвинутых. Создать, создать, создать. Сколько я их смогу создать, создать. Так, недостаточно ресурсов для создания. Еще два не хватило. Так, стоп. Вот этот вопрос я сейчас на месте решу, потому что это не круто. Две штучки, это совсем как-то обидно. Так, давай, хавай. Хавай, хавай. Давай мне свои плорты. Плорты! Плорты! Где мои плорты? Да ладно, я сейчас вас всех накормлю здесь в итоге. Так, дед. Все дайте мне. Все мне дайте. Мне нужны мои плорты. Так, ладно, вот они как раз два. Держите, ешьте. Маленькие мои. Текс. И, так, стоп, закинем. Закинули. Бур. Все, четыре бура. Четыре протвинутых бура. Надеюсь, что за все время цикла я все-таки получу хотя бы один странный бриллиант. Все-таки, знаете, шанс королевского желе, по-моему, самый редкий. Странные бриллианты вроде чаще падают, как и лавовый пепел. Мне в итоге все-таки два лавовых пепла выпало из насосов. В отличие от пасек, которые я там штук 30 потратил, чтобы в итоге что-то, блин, нормальное выбить. Так, бурые. Надо виндиго топать. Ну, там, благо, стоит один у меня уже бур. Он, наверное, выработал уже свое время. Может, будет прикольно, если у меня прямо сейчас он сдропнется и будет прямо космос какой-то. Но это очень маленькая вероятность, что именно так будет. Ну, если вы мне сейчас посылаете лучи добра, лайков, удачи, я не знаю, то, конечно же, возможно, мне сейчас выпадет. Сейчас мы об этом узнаем. Ну что, готово. Ииии, нет, не выпали. Такой звук был странный, как будто он еще что-то выплюнул. После того, как я отвернулся. Такой странный бриллиант выплюнул, обратно всосал. Хотя, если бы был такой же баг, как в этом, в хрустальной локации, в этой, которая, как его, что я выкидываю эти плорты фосфорные, и они исчезают. Котят я выкидываю, они тоже исчезают. В общем, какая-то странная зона, бермудский треугольник какой-то в гроте находится. Фиг его знает. Ну, ладно, на этом, наверное, будем заканчивать эту серию. Надеюсь, она вам понравилась. Блин, я сегодня пипец заговариваюсь, ребята. Это жесть мысли что-то в голове сумбурные, так как недавно все-таки проснулся я. Как бы, конечно, ролик, если будет поздно, то будет поздно. Это не значит, что я проснулся и тут же ролик записал. А то некоторые подумают, типа, я выложил вечером ролик, и ни хрена ты поспать. Типа, в таком роде. Да, типа, я его записываю, и сейчас еще такой, знаете, полупроснувшийся, на самом деле. Ну, как-то сегодня мозги долго включаются, короче говоря. Не типа, что я обычно просыпаюсь и все время не могу ролики записать. А вот сегодня что-то как-то заплетается. Язык заплетается. Заплетается, заплетается зык. Не знаю. Хотел как-то пошутить, но не получилось. В общем, если вам все понравилось, то ставьте, конечно же, лойсы. Больше лойсов, больше роликов по Слайм Рейнчеру. Попробуем уже все телепорты построить, конечно же. Доделать зоопарки всех видов слаймов и тому подобное. Поэтому не жалейте лойсов. Будем продолжать играть дальше. И если вы еще не подписались, не забудьте подписаться. Я всегда рад новым подписчикам. На этом все. Увидимся в следующий раз. Удачи и хорошего вам настроения, конечно же.